Удивиться на выставке было чему, даже не беря во внимание возраст авторов работ. К слову, им от 6 до 12 лет. Здесь представлены и вышивка крестиком, и бисероплетение, и декупаж, и лепка из соленого теста, и вязание, и даже витраж. Все выполнено талантливо, с большой долей креатива. Многие работы сделаны коллективно, творческий подход налицо. Вместе делали с учительницей. А что? Вместе делали фрукты из соленого теста, цветы вот эти вот. По словам педагога Люсьену Куликовской, все эти виды творчества очень популярны среди подростков. В числе ее воспитанников более 30 ребят. И все они творческие и стремящиеся овладевать различными техниками. Я занимаюсь уже второй год. Я пошла в этот кружок, потому что я услышала его название, и мне стало интересно. Когда я туда пошла, там очень было интересно. Мы разным творчеством занимаемся. Каким разным? Ну, делаем бутылки из соленого теста, из гофрированной бумаги, разные штучки. На выставке ребята показали, что талантливы всесторонне. Гостей они встречали музыкальными номерами, демонстрируя отличные вокальные данные. Интересной частью творческой встречи стали мастер-классы по изготовлению изделий из гофрированной бумаги, а также докоры емкости, окрашенной солью. Полезные советы от опытной рукодельницы Люсьены Куликовской и ее воспитанников помогли гостям попробовать осуществить креативные задумки, оставить на память о мероприятии яркие сувениры ручной работы. Самое интересное. Интересно, когда видишь интерес в глазах у детей, что им интересно. То есть это придает творческих сил. А как увлечь ребенка? Как увлечь ребенка? Ну, наверное, прежде всего, ребенок идет не на вид рукоделия, а на педагога. То есть если он видит, что педагогу интересно, то интересная ребенка. И как-то происходит вот эта связь.